Вагон терпения нужен, чтобы 5 часов подряд, ребят, таскать эту штуку по полю за собой. Всего 5? Нет, просто важно иметь желание и мотивацию, я считаю. Ну, конечно, здоровье даже должно это позволять. Да, достаточно сложно, когда у тебя за плечами висит седло, и ногам, конечно, для этого тоже тяжело, потому что если даже убрать само по себе крыло, которое пару килограмм весит, то 10 килограмм за плечами у тебя точно есть. Сколько надо времени, чтобы вот это вот все тягать за собой? Сколько раз ты еще дополнишь? Ну, я не знаю, сколько потребуется, конечно, потому что... А у людей сколько уходит? То, чем мы занимаемся, это называется контролировать крыло. И как только ты научился его контролировать, а для этого, ну, как правило, месяцы уходят, ты можешь рассчитывать на то, что ты спокойно, в двух условиях можешь быть готовым к тому, чтобы стартовать, вылететь, так сказать. Ну, а вот эти все веревочки, я вот все хотела, чтобы ты рассказал про эти веревочки, как с ними управляться, что ты там вообще в них понимаешь? Ну, вообще веревочек очень много, и особенно по первости очень много терпения нужно, чтобы не психануть, когда они все вокруг путаются. Хотя, если ты достаточно аккуратно с ними обращаешься, то они так-то не запутываются. Они формируют так называемые, ну, фиктивные узлы, которые как только натягиваются строк, так они сразу же распутываются. Но психологически изначально это сложно, когда к тебе привязано много всего, и ты начинаешь в этом буквально путаться. Они, когда ты уже парашют поднял, они тоже могут запутаться, или они только вначале запутываются, когда он бежит? Нет, они вначале запутываются. Они в принципе, да, они в принципе не запутываются, потому что если изначально они не запутаны, то они никогда не запутаются, когда они уже к тебе прицеплены. Поэтому, чем меньше ты отцепляешься, тем меньше шансов, что они запутаются. То есть тебе вот эта беретня по полю нужна для чего? Для того, чтобы ты навел до автоматизма, да, вот эти команды какие-то, да? Ну, да, чтобы лучше контролировать крыло само по себе. Вообще весь процесс состоит из двух операций. Сначала его нужно поднять в воздух. Смотри, овече, сколько. Первая фаза – это, скажем так, сделать, чтобы крыло набрало в себя воздух, поднять его, ну и, соответственно, подняв, имитировать взлет. А как ты имитируешь взлет, если ты ни разу не взлетал? То, что я бегу с крылом, это есть имитация взлета. Потому что, если я бегу по ровной площадке, то, естественно, я никуда не взлечу. Но, так как взлет осуществляется под горку, то как раз-таки вот это вот… Под горку – это значит с горы. Да, когда ты берешь под горку, то получается, что крыло надувается и, тем самым, поднимает тебя вернусь. Ну, естественно, нужен встречный ветер. Значит, крыло так, его нужно удерживать долго или оно сразу же падает? Я видела, оно у тебя поднимается и потом сразу же падает. Это значит, что ты не совсем еще ловко с ним управляешься, его надо держать какое-то время на весу, ну, там, в воздухе, или это нормально, что оно падает? Прежде чем надувать крыло, его нужно, как следует, разложить на земле, проверить, нет ли нигде запутавшихся между собой строп и так далее. Изначально, когда ты его поднимаешь и оно опускается, по сути, эта операция заменяет тебе расправление крыла вручную. А иначе ты должен был бы отстегнуться, пройти, расправить крыло, пристегнуться, закруглить края. А зачем отстегиваться? Ну, потому что, если ты не отстегнулся, а крыло длинное, то ты пошел на другой конец крыла, а то другое закрылось. Следующим этапом при обучении является полет на лебедки. Эта штуковина будет тянуть параплан на плоской местности. Можно потренироваться управлять парапланом на безопасном расстоянии от земли. Ее удастся. Ее удастся. Смешно все. Смешно все.